Соединенные Штаты Америки обсуждают поставки Украине систем реактивного залпового огня. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Они говорят, что окончательное решение еще не принято, но президент Джо Байден якобы склоняется к тому, чтобы предоставить вооружение, о котором давно просит Киев. Оно может войти в новый пакет помощи, о котором Вашингтон должен объявить уже на следующей неделе. Ранее США отказывались отправлять Украине системы реактивного залпового огня. По одной из версий, там опасались, что Киев будет использовать их для обстрела в территории России, что может привести только к эскалации конфликта. Украинские власти критиковали страны НАТО за такую позицию. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что без реактивных систем залпового огня их армия не сможет оттеснить российские войска, а при наличии таких систем якобы получат шанс освободить Херсон. Между тем, британская разведка считает, что России не хватает современной военной техники. По данным Лондона, южная группировка российских войск получила на вооружение танки Т-62, которые были разработаны 50 лет назад, и они будут особенно уязвимы для современных противотанковых орудий. Одновременно с этим Пентагон сообщил, что российская армия с начала вторжения потеряла в Украине около 1 тысячи танков, а также 350 артиллерийских орудий, 50 вертолетов и 30 истребителей. Но, несмотря на это, США считают, что у Кремля остается еще много возможностей для новых атак. Эта война на истощение и как долго она будет длиться, предсказать невозможно. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью греческому изданию Капитал. Он считает, что страны военного союза должны продолжить поддержку Украины и увеличить поставки вооружения. При этом, по мнению Столтенберга, важно не допустить роста напряженности и напрямую не ввязываться в конфликт. То, что мы наблюдаем, это самый серьезный кризис безопасности в Европе со времена окончания Второй мировой войны. Мы наблюдаем жестокую войну с жертвами среди гражданского населения, военными преступлениями и использованием современной военной техники. Это агрессивная война, война Путина, и президент России совершил большую стратегическую ошибку. Однако последствия непредсказуемы, и никто не может точно сказать, когда и чем закончится эта война. К нашему прямому эфиру присоединяется военный аналитик Игорь Левин. Добрый день, здравствуйте. Здравствуй. Только что мы говорили о том, что известно о состоянии вооружения обеих сторон. Расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, смогут ли сыграть те типы вооружения, о которых мы рассказывали, решающую роль в ходе войны для Украины, ну и в каком состоянии находится оснащенность российской армии? Что ты говоришь? Систем МЛРС, которые якобы не хотят передавать. Ну, давайте так, их передадут. Сейчас в СМИ любят разгонять, что там они задерживают и так далее, а они будут. Их передадут. Проблема-то в другом, что это все время тянется. То есть мы видим, что постоянно вот эти все разговоры, Европа или Запад, если говорить шире, сопротивляются, в конечном итоге передают. Смотрите, сколько Германия много делала шума, в конечном итоге начала поставлять тяжелое вооружение, а не только члены. Ну, то есть это единственное, что тут злит. Тут злит не то, что не дают, а все дают. Даже авиацию дают Су-25, в тромовики были переданы, или запчасти для МИГов были переданы. Все это было передано. Хотя, ну, казалось бы, три месяца назад это было фантастикой. То же самое с системами вот этих МЛРС передадут. Да, это важные, нужные системы Украины. Ну, очень нужные, можно даже так сказать. Разница в том, что, в отличие от обычной артиллерии, кстати, которая стоит у ВСРФ, они могут бить обычными боезапасами, могут бить на расстоянии 50 километров и больше. А там есть возможность использовать еще тактические ракеты, и там сотни километров, и больше, то есть 150 километров и так далее. Ну, не просто бить, а бить высокоточно, то есть уничтожая конкретные точки. Что это означает? Это означает, что можно, во-первых, вышибать, выбивать артиллерию врага, не боясь контрбатарейной борьбы. Это первое. А второе, можно уничтожать штабы и логистические центры, узлы, узлы снабжения. Вот это самое важное. То есть, если вы это все уничтожаете, то вы парализуете группировку врага. Поэтому, когда Украина говорит, что они нужны для контрнаступления, она именно это имеет в виду. Скажите, как вы оцениваете происходящее сейчас на Донбассе? Потому что некоторые аналитики сходятся во мнении, что там происходит какой-то перелом, и продвижение России становится чуть более быстрым и чуть более эффективным. Кого? Для России нет, я бы так не сказал. Ну, смотрите, буквально до этого речь шла о всем Донбассе. То есть, что у них будет охват, так уже не все группировки, со стороны как раз Изюма, наступления и на юге, вот с Гуляпольского направления. Ну, где это все сейчас? Ну, а остановились, они не могут двигаться дальше. То есть, они там бодались в течение больше месяца за село Долгенькое, например, под Изюмом, и в конечном итоге Украина его отбила. Там огромная группировка была, я напомню. Сейчас вот эти их задачи, битва за трассу Пахмуд-Лесичанск, это очень-очень микроуровень. То есть, если рассматриваем все их задачи в глобальном масштабе, то это фактически последний их рывок. То есть, мы видим, что они в Т-62 перекидывают, которые упоминались тоже. Да. Так вот, происходит сражение, я бы не стал в какой-то перелом. Идет битва. Но, опять же, не нужно призыв к СМИ хранить вооруженные силы, почему-то рассматривать их здесь как жертву. То, что где-то кто-то отходит, это не означает, что это проигрыш. То есть, война мобильная, это когда ваши силы двигаются. Они могут как отходят, так и наступают. Ну, я напомню, буквально только вчера бои были в предместиях Харькова, Харькова, фактически, да, вошли в город, как бы. Ну, и где сейчас там эти ВСРФ? Их откинули границы самой. То есть, это мобильная война, она двигается, фронт может двигаться. И могут терять села и даже города, и потом освобождать их обратно, двигаться вперед. Поэтому трасса, это не перерезано. Там известно, что они пытались какие-то якобы, нет каких-то подтверждений, но якобы поставили блокпост, его разбили, и охотно вытаверили, что его разбили. Вот. И трасса пристреливается, это нужно понимать. Бои идут в окрестностях. Не важно, кто ее контролирует. То есть, если это контролирует Россия, то Украина пристреливает эту трассу все равно. Если Украина контролирует, то Россия пристреливает эту трассу. То есть, так или иначе, снабжение по ней очень осложнено. Но это не единственная артерия, это не единственный логистический путь. Почему-то, опять же, смотреть на эту трассу, как на единственный путь. Да, об этом много говорят. Да, на севере Донецк или сейчас, но это не единственный. Есть еще дороги, есть еще обходные пути и так далее. Поэтому даже если, предположим, самый худший вариант, самый кошмарный, я допускаю прямо вот ужас, они и разбили полностью, и не дай бог, конечно, но и заняли, блокировали, поставили там не один блокпост, а хоть 10, 15, 20 постов, все равно это не перерезает, это не окружение, это не котел, поэтому все эти вот разговоры про котел, окружение и так далее, это все глупости. Понятно, что Россия это разгоняет, но это важно, то есть это важный нарратив, она знает, что для украинцев котел это такой триггер, ну, миловайский котел и так далее, поэтому она пытается максимально говорить, вот котел, окружение, вот, угроза, пока вот существует, одна трасса простреливается, а вторые дороги еще, другие дороги еще свободные, то нет, никаким котлом это и близко, вот, не похоже на это, но ситуация тяжелая, поэтому не нужно думать, что если я так говорю, значит, все там, все легко и легко, прогулка, нет, ситуация тяжелая, и бои, в которых участвуют окруженные силы Украины, там, они запредельные, на самом деле, я на связи с людьми оттуда, и, ну, то, что вот я слышу прямо с места, это запредельно, ну, без капли иронии, и без капли, вот, какой-то лест или что-то такое, то есть это действительно, вот, просто реальность, специальная реальность, это выше, вот, того, что, как бы, нормой считается, но есть, как бы, норма, сколько боевая часть должна находиться на поле боя, есть нормы, сколько, военные нормы, сколько потерь, допустимые, там, и так далее, так вот, все, что происходит сейчас, вот, на Донбассе, особенно на этом участке, это за пределами всех этих норм, то есть, бои очень тяжелые, нужно понимать, но они не являются ни разгромом, ни провалом, и самое главное, ситуация контролируемая командованием, мы это хорошо видим, то есть, ну, есть вещи, которые, пусть, нельзя озвучивать, вот, для, ну, просто зритель должен понимать, и что, ситуация контролируемая, у нас нет ни одной еще частки, там, ни одного подразделения, которое просто потеряло контроль, и оно дезорганизованное, или разбито, или бежит, такого нет, это тоже самое главное, то есть, пока ваше войско вы контролируете, есть контроль над ним, ну, вы можете вести боевые действия, вы можете вести тактические боевые действия, оперативно, на мурбине, и так далее, вот, это очень важно, потому что на войне, ведь, подразделения их не уничтожают полностью физически, но это редкость очень большая, идея, ведь, чтобы потерял враг контроль, то есть, силы потеряли контроль, так вот, он не потерян, то есть, ситуация управляемая, и контролируемая. Последний вопрос. А вы представляете примерно, какой процент российских войск сейчас там сконцентрирован в регионе? Ну, процент сказать сложно, но речь идет о десятках тысяч людей. То есть это концентрация максимальная. То есть если мы со всех сторон берем... Стянули, кого могли, то есть? Стянули, кого могли, конечно, да, максимально. Там и наемники, там и боевики из ОРГО, там и ВСРФ, там и лучшие части. Вот. Там ЧВК. Ну, там все, что у них есть. Мы видим, на второстепенные участки, они вот перекинули танки Т-62, которые, кстати, им не 50 лет, а 60 лет, на самом деле. Вот. Им постили. Так вот, почему это происходит? Потому что как раз все самое у них лучшее, оно там. Как только враг будет разбит на этом направлении, вот, отброшен и начнет буксовать, заклевывается сам в себе, мне трудно представить, где они могут достать уже новые силы. Ну, без, опять же, мобилизации. Спасибо огромное. Военный аналитик Игорь Левин был в прямом эфире настоящего времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok